Я CEO компании «Зенгаль». Мы с «Зенгаль» и с «Микрософтом». В 2015 году я принял решение о выходе на американский рынок. Я владелец траковой компании, которая занимается газоперевозками вот такими вот траками. Все это стало возможно благодаря получению визы Е2. Любая идея, неважно, что вы придумали, в принципе, имеет право на существование. Такого многообразия разных аспектов, которые есть в американском иммиграционном праве, нет нигде, ни в одной стране мира. Вы начали работать, вы организовали предприятие, через какое-то время предприятие подает на вас иммиграционную петицию. Эта иммиграционная петиция попадает в рабочую категорию EB1C, международный предприниматель. L1A – это виза для управляющих. Это, как бы, достаточно сложный тоже момент. И в законе написано, что для того, чтобы открыть бизнес в Америке, вы должны быть офисы. И можно ли войти в состав учредителя американской компании? То есть те люди просто вложились деньгами, а весь контроль и менеджмент осуществляете только вы. Если вы получаете едва здесь, это, как бы, очень важный момент именно для граждан Украины. Вот, как бы, оставайтесь со мной, сосредоточьтесь, я знаю, что все устали, но это реально очень важный момент. В законе есть две категории – source of funds and trace of funds. Source – это источник, откуда деньги пришли. Это вот три критерия, которые не написаны в законе. Вообще, вот, удачи всем! Спасибо! Спасибо!